Приветствую, друзья! В Украине продолжаются боевые действия и сейчас российская армия развивает свое наступление в районы города Славянск. На данной карте хорошо видно, что в ближайшие дни в районах Славянска уже будут проходить бои, поэтому местным жителям нужно сделать все возможное для того, чтобы максимально покинуть город. Также под контроль Российской Федерации переходят все новые поселки в районе города Светогорск, потому что там российская армия тоже развивает наступление. Как известно, вслед за Российской армией всегда идут российские военные корреспонденты, которые уже с места событий показывают, где конкретно и какие районы контролирует Российская армия. И вот мы видео с конкретно города Светогорск. Сюда мы в свое время мечтали попасть с ВОХ и с Моторолой, когда были блокированы Славянск. Вот на том берегу находится знаменитая Светогорская лавра. Сейчас приблизим, посмотрим. Также российские подразделения ведут бои для того, чтобы захлопнуть котел в городе Северодонецк и Лисичанск. И сейчас на трассах, которые идут к Лисичанску и Северодонецку, идут очень тяжелые бои. И, конечно, российская армия делает все возможное, чтобы в ближайшие дни котел полностью захлопнуть. Но тем временем Генштаб вооруженных сил Украины все-таки решил сделать заявление на уровне капитана очевидности. Заявили о том, что российская армия хочет получить контроль полностью над всей Запорожской областью. И здесь, я думаю, что Генштаб вооруженных сил явно не договорил, потому что не только Запорожскую область сейчас атакуют, а и, конечно же, и Николаевскую, и в планах не только Николаевской области, конечно, Одесской. И вот на этих кадрах можно видеть, как происходят удары по складам горюче-смазочных материалов, топлива. И мы видим, что сейчас будет наступление в ближайшее время в район города Николаев, ну и, конечно же, дальше в Одесскую область. А вот для заграничных наемников, которые сейчас массово едут в Украину, настали воистину тяжелые черные дни. Потому что часть из этих наемников, а конкретно три человека, два британца, один мараканец, если я не ошибаюсь, они уже попали в суд и сейчас уже суд Донецкой Народной Республики вынес им вердикт. И этот вердикт высшая мера наказания, расстрел. На суде заграничные наемники признали, что они получали подготовку с учетом ведения террористической деятельности. Это, конечно же, учитывалось при оглашении вердикта. По этому поводу уже высказался официальный МИД Британии и заявил, что они направят адвокатов ДНР для того, чтобы он там их защищал. Таким образом, британский МИД уже де-факто практически признает юрисдикцию Донецкой Народной Республики. И, конечно, это говорит о том, что у осужденных есть месяц для того, чтобы подготовить апелляцию. И конкретно уже как будут дальше развиваться ситуации, я думаю, что время покажет. Но с учетом этого прецедента уже каждый заграничный наемник 10 раз подумает, а стоит ли ехать в Украину. Потому что, конечно, они не считаются комбатантами и фактически международные конвенции о пленных на них не распространяются. И таким образом, заграничные наемники оказываются один на один с законодательством ДНР. Ведь когда ехали эти наемники в Украину, они-то думали, что они будут охотиться на людей. А по факту охотятся на них. Причем охотятся высококвалифицированные профессионалы, у которых есть все необходимое для этого вооружение. Вертолеты, самолеты, баллистические тактические ракеты и так далее. Причем отличительной чертой различных заграничных наемников, это, конечно, является русофобия и преклонение перед нацистской идеологией. И тут как раз, знаете, сошлись, как говорится, звезды. И все эти персонажи сейчас в Украине. И именно этих персонажей сейчас, конечно же, будут уничтожать. Так что в ближайшее время мы увидим массовый исход различных заграничных наемников с Украины. Потому что он, в принципе, уже начался. Потому что когда сюда ехали наемники все-таки в страну, они-то думали, что это будет, знаете, такое африканское сафари. А оказалось, что здесь все по-взрослому, что здесь артиллерия, авиация и так далее. И помимо всего этого есть еще и, знаете, калибры. Поэтому, конечно, мы в ближайшее время будем просто видеть массовый исход наемников с Украины. Ну а теперь, друзья, небольшое объявление. Все, что я не могу выкладывать на YouTube, я выкладываю себя в Telegram-канале. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой Telegram-канал. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. Ну а в это время Польша, и конкретно польский президент Дуда заявил, что, оказывается, большинство своего оружия Польша уже передала Украине. И стоимость этого оружия более 2 миллиардов долларов. И Польша действительно входит в первую пятерку стран, которые поставляют массовое оружие в Украину. И возглавляет, конечно, этот список Соединенные Штаты Америки. Потому что даже в Соединенных Штатах Америки уже кончаются и дживелины, и стингеры, и различные другие системы вооружения. Причем поставляют не только дживелины и стингеры, а поставляют даже пулеметы. И тут важно понимать, что сейчас Российская Федерация воюет не с Украиной, а практически с объединенной армией западных стран, которая, конечно, пользуется сейчас украинским народом. И тем не менее, западные журналисты уже почитали, что по факту у Российской Федерации аж в 20 раз больше артиллерийских систем и, конечно же, в 40 раз больше боеприпасов к ним. И здесь, конечно, нужно еще добавить больше не только артиллерийских систем, а и систем залпового огня. Но это уже, как говорится, отдельная история. И тут дело в том, что когда Российская Федерация отправляет очередной эшелон с военной техникой, там, где и танки, и системы залпового огня, и артиллерии, и так далее, и так далее, то нету никаких бравурных заявлений, нету никаких анонсов в СМИ. Просто поезда берут, да и едут в сторону Украины. И, конечно, эти поезда встречают уже личный состав, который подготовлен и, конечно, укомплектован контрактниками. То есть теми людьми, которые понимают, куда они едут и с какими целями. Но в это время мэр Ивана Франковская решил блеснуть интеллектом. И, конечно, со своей этой местной администрацией решил полностью запретить использование русских песен. И теперь уже, получается, уличные музыканты по закону местному не имеют права петь песни на русском языке. И когда я слышу такие новости, то, конечно, у меня закрадывается мысль, а почему мэр Ивана Франковская и прочие там депутаты, чиновники, которые причастны к этому решению, сейчас, по сути, делают все необходимое, чтобы у российских солдат действительно появилась серьезная мотивация. Не только, например, в Киеве спеть русских песен, а и, например, даже в Ивана Франковской. И почему сейчас вот таким вот элементарным методом, по сути, разжигают, опять же, межнациональную рознь. Причем делают это до сих пор жители почему-то Западной Украины в своем большинстве. Потому что я не видел, чтобы такой дискриминации, например, там подвергались города там в Харькове, там Чернигове, там, или там, например, даже в Черкассах. Такого нет. И, тем не менее, мы видим, что западные регионы все-таки делают все возможное для того, чтобы российские войска дошли прямо до них. С учетом того, как развиваются события в мире и каким образом Россия реагирует на те или иные выпады со стороны Запада, то я думаю, что все-таки чиновники Ивана Франковска, Львова, они, скорее всего, могут действительно дождаться русских солдат, которые там могут тоже исполнить различные российские песни. Я думаю, что по мере продвижения российской армии к Западной Украине, то, конечно, количество в различных постов в социальных сетях, которые сейчас вот так активно распространяются с различными там браурными формулировками, они, конечно, будут исчезать в неизвестном направлении. Ведь до очень большой части украинского населения, к сожалению, еще не дошло, что и Америка, и Британия просто используют украинцев для того, чтобы, конечно, достичь свои интересы. И никакой независимости Украины и демократии речь вообще не идет. И тут очевидно, что когда это понимание придет, то для многих уже может быть очень и очень поздно, особенно с такой публичной риторикой различных персонажей, которую, конечно же, легко сейчас отследить, потому что, как известно, принтскрины не горят. На этом фоне Зеленский делает тоже все от себя зависящее для того, чтобы Украина просто перестала существовать в нынешнем формате. И поэтому он, как самый натуральный сепаратист, начинает вводить санкции против Путина, против Шойгу, против Лаврова, и это делает на полном серьезе. Понятно, что воспринимается это дело, конечно же, комично, но, тем не менее, это то, что сейчас происходит в украинской, так называемой, политике. И это то, чем живет сейчас Киев. Но тем временем в Латинской Америке происходит действительно фундаментальное изменение, потому что Латинская Америка всегда считалась таким задним двором Соединенных Штатов. И тем не менее, уже там ряд стран открыто игнорируют хотелки США. Президент Мексики отказался от участия в саммите Америк в Лос-Анджелесе из-за отказа США приглашать Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, передает Fox News. По словам бывшего поспреда США при ООН Ники Хейля, к примеру, в Мексике могут последовать некоторые другие государства региона. То, что какая-либо страна не является, когда Америка просит, просто немыслимо возмущается Хейли. Да-да, именно так и рушится миропорядок, потому что сейчас страны, которые раньше не могли сказать нет Соединенным Штатам Америки, встают уже во весь голос, говорят не то, что нет, а открыто и демонстративно показывают свою позицию с учетом возможных различных санкций и ограничений со стороны США. Но тем временем в Евросоюзе призвали, чтобы ни одна страна не покупала зерно, которое вывозится с Украины, сейчас Российской Федерации. И, конечно, заявление достаточно странное, потому что, как известно, у Евросоюза есть по Североатлантическому альянсу союзник, такой как Турция. Именно Турция сейчас покупает все это зерно у Российской Федерации. Но почему-то нету, знаете, заявления Евросоюза, ни одного упоминания, ни Турции, ни Эрдогана, ни зерна, которые они покупают. И тут я думаю, что Турция, конечно, получает максимально выгоды той ситуации, которая сейчас происходит в Украине. Потому что, конечно, пролив Босфор Турция перекрыла. И, собственно, за проход судов, там, естественно, Турция норовит получить какую-то конкретную свою экономическую выгоду. И, скорее всего, именно про вот эти процессы сейчас и говорит Евросоюз. Потому что сейчас Турция просто тупо зарабатывает на событиях в Украине. Ну, а вот кто перестал зарабатывать, так это Польша. Потому что Польша отказалась и покупать российский газ за рубли и много чего. Польша, знаете, обрубила всевозможные бизнес-отношения с Российской Федерацией, в отличие от Германии. Сейчас Польша и польский президент Дуда просто, знаете, кричит на весь мир, что как это так? Польша-то перекрыла себе все взаимоотношения с Российской Федерацией. И Германия в это время просто зарабатывает. Причем не просто зарабатывает, еще даже зарабатывает на Польше. Потому что, конечно же, российский газ Германия продает Польше со своей наценкой. И, как говорится, сколько бы Дуда не истерил, но по факту Германия просто зарабатывает с Польши. И это нормально в том процессе, который сейчас происходит в Европе. Потому что есть страны, которые хотят ценой своей экономики просто идти в фарватере США. А есть страны, которые все-таки экономику ставят на первое место, а все остальное на второе. Но, тем не менее, в Евросоюзе есть страны, которые еще больше страдают от событий в Украине. Потому что, как известно, Болгария просто заселила украинцев, беженцев, которые сейчас выезжали от военных действий, сейчас в отели своей прибрежной зоны. И, конечно, сейчас Болгария теряет сумасшедшие деньги на туристическом сезоне, который уже по факту открылся. А там, собственно, вместо того, чтобы отели приносили доход, они приносят сумасшедший убыток. Причем украинцы, которые переселились в эти отели, они, как говорится, периодически не стремятся каким-то образом благодарностью ответить болгарам. А наоборот, просто калечат номера. И такие фотографии уже гуляют по интернету, когда просто вот таким вандалистическим образом берут и уничтожают номер, выжигая на стенах или размазывая надписи «Слава Украине!» и так далее. И по таким единичным случаям с помощью интернета, конечно же, будут делать выводы по всему украинскому народу. И уже с первого числа с отелей, которые, естественно, в прибрежной зоне Болгарии, уже выселяют абсолютно всех украинцев. Поэтому сейчас украинских беженцев будет ждать фильтрация на тех украинцев, с которых можно заработать, и на тех украинцев, с которых заработать нельзя. И вот этим украинцам будут делаться такие условия, чтобы все-таки они максимально быстро просто бежали из Евросоюза, как, знаете, адского какого-то места, в котором невозможно выжить. Друзья, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там я выкладываю все то, чего не могу выложить на ютубе. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. До скорого!